Приветствую вас во второй части и мы приступаем к вязанию ушек. Делаем кольцо амигуруми, закрепляем его и набираем в колечко 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Придерживаем петельку, стягиваем колечко. И теперь в каждый столбик, в каждую петельку делаем прибавку, то есть провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, в первую 1, 2, во вторую 3, 4, в третью 5, 6, в четвертую 7, 8, далее в следующую 9, 10, и в последнюю прибавку 11 и 12. А теперь с 3 по 5 ряд, то есть 3, 4 и 5, мы должны провязать без изменения, то есть без прибавления наши столбики, то есть 36 столбиков без накида, 12 на 3 ряда, 36, провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35, 36. А теперь в следующем ряду делаем убавку за передние стеночки общий столбик. Теперь 4 столбика без накида провязываем. 1, 2, 3, поворачиваем, как вам удобненько, 4. Теперь снова делаем второе убавление и довязываем до конца ряда 4 столбика без накида. 1, 2, поворачиваем, 3, 4. Сделали 2 убавки в ряду 10 петель. А теперь вяжем 7 и 8 ряд без изменения, то есть вяжем 20 столбиков без накида, 7 ряд 10 столбиков и 8 ряд. 1, 2, 3, 19 и 20. А теперь провязываем убавочку за 2 передние стеночки и 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Теперь снова 1 убавочка и 3 столбика без накида до конца ряда. 1, 2, разворачиваем, как вам удобно, 3. Теперь провязали снова 2 убавочки в ряду у нас 8 столбиков без накида, 8 петель. 10, 11, 12 ряд провязываем, то есть у нас получается 8 на 3, 24 столбика без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4, 23, 24. Делаем соединительный столбик. Соединили петельки, вытягиваем и оставляем ниточку для пришивания. И оставляем, как всегда, сантиметров 15-20. Вот оно, дно ушко у нас готово. Таких детальки нам нужно сделать 2 штучки. После того, как мы связали 2 ушка, приступаем к ручкам, верхним лапкам нашим. Берем ниточку, крючок и, слово, наше любимое кольцо амигуруный. Но набираем уже в него 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А теперь смотрите, стягиваем колечко. И если вы делаете зайчика, который с сердечком, тогда вы вяжете длиннее ручку. То есть смотрите, сейчас мы будем провязывать 28 столбиков без накида подряд. То есть у нас получается со 2 по 5 ряд по 7 столбиков. Это получается 28 столбиков без накида. Если же вы вяжете сердечком, тогда еще вам нужно будет помимо 28 столбиков без накида прорезать 14, чтобы она у вас длиннее лапка была. Как бы обхватывала немножечко сердечко, дотрагивала это дело. Если же вы вяжете с шарфиком, тогда просто вяжете 28 столбиков без накида без этих 14 столбиков. Ну, то есть как бы просто 28. Если же с сердечком повторюсь, то еще к этим 28 плюс 14 столбиков. Итак, провязываем каждый столбик по столбику. 2, 3, 4, 5, 27 и 28. Еще раз повторюсь для вас. Если вы вяжете с сердечком, то продолжайте еще 14 рядочков. Так как я вяжу с сердечком, то я продолжаю. 1, 2, 3, 4 и 14. Теперь провязываем 5 столбиков без накида и убавка. 1, 2, 3, 4, 5. И следующие 2 столбика вяжем убавку. Провязали убавку. Теперь вяжем 4 столбика без накида. Убавка. 1, 2, 3, 4. Убавка. Делаем соединительный столбик. И вытягиваем нашу ниточку. Оставляем ниточку снова, как и на ушках, для пришивания. Лапки верхние можно не наполнять, чтобы они в принципе не были такие, как трубочки. Если хотите, если у вас, ну как бы, если вам кажется, что широковатая лапка для пришивания, можете вот эти петельки стянуть. Но я этого делать в принципе не буду. Итак, таких лапок вам нужно провязать тоже 2. Еще раз повторюсь, я вам по ходу вязания говорила, но если вы вяжете зайчика с сердечком, то есть если вы будете еще вязать сердечком, то лапка должна быть подлиннее. Поэтому я еще добавила 2 ряда, 14 столбиков. Если же у вас просто будет с шарфиком, то не добавляйте эти 14 рядочков, достаточно будет и вот такой коротенькой лапочки. Итак, в общем, вяжите вторую лапку и мы приступим к ножкам. После того, как мы довязали 2 верхние лапки, приступаем к нижним лапкам. Делаем кольцо амигуруми, закрепляем его и в колечко набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем колечко, придерживаем петельку. Теперь будем вязать прибавки, но чередовать 1 столбик без накида, прибавка. 1 столбик без накида, прибавка. Итак, 3 раза. То есть чередуем столбик без накида, прибавка. Это вторая у нас прибавка. И последняя столбик без накида, прибавка. Теперь у нас 9 петелек по кругу, 9 столбиков. Мы сейчас у нас, получается, прибавки по второй ряд, с третьего по пятый, то есть третий, четвертый и пятый, провяжем столбики без накида в каждую петелечку, в каждый столбик по столбику. То есть мы провяжем 27 столбиков без накида. Начинаем. 1, 2, 3, 4, 26, 27. А теперь вяжем следующий ряд. Столбик без накида, убавка. Столбик без накида, убавка. Итак, нужно провязать нам 3 раза. Итак, столбик без накида, убавка. Снова столбик без накида провязываем, и убавка. Это второй раз. И третий раз столбик без накида, и убавка. Убавили мы 3 петелечки. Сейчас у нас вокруг 6 петелечек, 6 столбиков без накида. Это мы закончили 6 ряд. 7, 8 и 9, то есть 3 ряда. Нам нужно провязать вот эти 6 столбиков без накида. 6 на 3 это 18 столбиков без накида нужно провязать. Итак, 1, 2, 3, 4 и последняя, 18. Делаем соединительный столбик следующую петлю и вытягиваем нашу ниточку. Оставляем, как всегда, для пришивания кусочек. Теперь смотрите ножки, если хотите. Вы можете наполнителем наполнить, но только до половинки. То есть где у вас вот эта широкая часть. То есть какой-то небольшой кусочек наполнителя сюда положить. Итак, ножки вам нужно тоже 2 связать. Вот я уже закончила 2 и сейчас я вам хочу показать, как связать шарфик для тех, кто будет вязать шарфик. Итак, берете тот дополнительный цвет, которым будем вышивать носик и шарфик и набираем 51 воздушную петелечку. Значит, делаем первую петелечку, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, 49, 50. Допустим, набрали 50, я не буду набирать 50. В общем, и в каждую, во вторую петлю от крючка, начиная, в каждую петелечку вяжете по столбику без накида. То есть каждую петельку провязываете по столбику. Все, когда провяжете 50 петелек, вот вам и будет шарфик. Хотите, по желанию, сделайте кисточки на краях. Кисточки как можно сделать? Вот, допустим, вы провязали, закончили шарфик, вот он у вас вот такой ширины. Теперь берете несколько ниточек коротеньких, допустим, ну, я взяла голубого цвета, хотите розовый в тон шарфику. В общем, набираете, ой, вводите крючок в краешек и вот эти все ниточки, которые вы обрезали, протягиваете. И вот так вот воздушную петелечку делаете из всех ниточек. То есть, как бы в образовавшуюся петельку полностью пропускаете все ниточки. Отрежете подлиннее кусочки, чтобы вам было удобнее. Продеваете все ниточки сквозь петельку. В общем, продеваете, продеваете и хорошо затягиваете. Вот у вас, получается, ниточки продеты. Ты обрезаете их, кончики будут одинаковые. Ну, я не буду уже продевать вот эти вот остаточки моих ниточек. Ну, в общем, суть такая, что вы проденете сквозь воздушную петлю все остаточки и потом подрежете нужной вам длины. Вот такая вот кисточка бахрома будет у вас на шарфике. В общем, это для тех, кто вяжет шарфик. Для тех, кто вяжет сердечко, в моем предыдущем видеоуроке можете посмотреть, как связать сердечко. После того, как мы связали все детальки, но практически все, мы не связали единственное, что хвостик. Хвостик я вам предлагаю связать диаметром 10 копеек, можно чуть-чуть больше. Хвостик-помпончик. То есть сделать не связанный хвостик такой, а помпончик сделать, бубончик. Как сделать бубончик вы тоже можете в предыдущих моих видеоуроках посмотреть, чтобы я сейчас не тратила наше время и ваше. В общем, делайте маленький бубончик. И у нас осталось последнее, что делать, это собрать. То есть пришиваете в голове большая деталь, это голова, маленькая это туловище. Это для тех, кто, в принципе, пока еще не понял. В общем, пришиваете ушки, пришиваете лапки верхние и ножки пришиваете таким образом. Садите как на лыжи, вот, садите как на лыжи, в общем, чтобы у вас деталь эта была пришита таким образом, чтобы вот эти вот краешки лапок, которые вы положили на половинку наполнитель, или если не ложили, ничего страшного, в общем, вот эти детальки, чтобы у нас торчали. И то есть, когда вы пришьете лапки в таком случае, мы уже будем тогда вышивать носик, пришивать глазки и вставлять сердечко в лапки. Я буду, вы, если хотите, можете просто связать шарфик, как я вам показала, и завязать просто горлышко шарфиком тем цветом, который будет у вас носик. У меня это будет розовый цвет. Как вы видите, я сшила все детальки полностью, сделала вот такой вот хвостик-помпончик небольшой. У меня получился такой замечательный зайчик. Сделала также я сердечко объемное, ссылочку на хвостик-помпончики, как делать, ссылочку на сердечко, как объемное делать, я вам оставлю. Итак, я после того, как пришила ручки, продела ниточку, та, которая у меня осталась, на начало ручек. То есть у меня сердечко будет пришито, вот так вот. И я решила ниточки не обрезать, чтобы потом их обратно как бы не привязывать. В общем, я решила вот так вот сделать. Итак, я перед тем, как пришить сердечко, сейчас вышью носик, пришью глазки, а затем последней деталью я пришлю сердечко. Почему так? Потому что мне, в принципе, если я пришью сейчас сердечко, мне будет неудобно вышивать носик. Я разделила свою ниточку розовенькую, той, которой вязала сердечко, разделила она пополам. Ну, то есть, как бы сделала ее потоньше. Потому что, если я толстую оставлю, мне будет неудобно и вышивать, и в иголочку не влевать. В общем, разделите ниточку свою немножечко поменьше. И теперь так приблизительно представьте, где у вас будет находиться носик. Я теперь начинаю вышивать носик. Я так себе приблизительно расположила его, где он у меня должен быть визуально. Теперь я беру, вышиваю такой вот треугольничек расположения, где он у меня будет находиться, чтобы потом не, как говорится, в общем, не вышить его криво. Сейчас располагаете носик визуально, где он у вас должен быть расположен. После того, как вышили треугольничек такой прозрачненький, начинаете этот треугольничек заполнять стежками. То есть, вышиваете как бы ладью, вот так вот заполняете носик. После того, как заполните носик ладью, пришиваете, вот сделаете еще такой вот, как бы, какой, как он называется, перепонка носик, в общем, зайчика. Вот так вот вниз стежочек такой небольшой. Я два раза его сделаю, потому что у меня раз не видно. Ниточка нежная по цвету. Пару стежочков сделаю вниз от носика. Вот этот разделительный момент. И после того, как я сделала вот такой вот стежочек вниз, я продолжаю, как бы, своего рода закрашивать носик. После того, как я закрашиваю носик, пришью глазки, я пришью сердечко к ручкам или ручки к сердечкам, в общем, такими наметочными швами. И покажу вам, что получилось. Вот я пришила глазки, вышила носик, усики. В общем, закончила своего зайчика. И теперь, если у вас шарфик, просто завяжите шарфик, и ваш зайчик готов. Но так как я делала зайчика Валентинку, то мне осталось пришить лапки к сердечку. И мой зайчик Валентинка готов. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!